Снова здоровы, дамы и господа, на связи Роман и канал Фрисенгеймс, у нас галактика героев. Я все продолжаю немножко побаливать. Всем, кто пожелал мне выздоровления, огромное отдельное спасибо. Итак, поехали. На Стримчанском у нас что было? У нас было ВА. Мы с тобой неплохо так покоцали соперника. Почему неплохо? Потому что соперник играл от обороны. Пачки были в принципе неплохие, хотя могло быть и лучше. Я на самом деле не понял, как он так отыграл, если честно, слабовато. Если ты не был на Стриме, ввожу тебя в курс дела. Смотри, мы заскакиваем сюда. У нас непробитый Гривус, у нас непробитый Фениксы. Он даже не пытался. При этом в защите у него была пачка Древона. Древона, при том не полная, где еще двое. Хороший вопрос, видимо не сходил, не получил. Пачка Крепких Охотников. Дальше пачка Империи. Пачка Крепкого Сревона. Позади фуфел 100%. Вот прямо вообще никакущий. Если заглянуть к нему в склад, то мы с тобой найдем кого? КЛС. В принципе весьма неплохая пачка. При том, что целиком и полностью в реликвиях. И, и, и... А, ну собственно говоря, все. Да, то есть у него получается в атаку-то никого и не было. Изгой 1, Женерса, смотри, в золоте. А, погоди, изгой все? Изгой? Не, не все. Ладушки, хорошо. В любом случае мы с тобой одержали победу. Наша первая победа. Первый раунд, потому что я не смог проучаствовать из-за ошибки. Дальше у нас с тобой идет второй раунд. Третий, извиняюсь, раунд. Ларри Лонг Страйт. Неплохо. Что у тебя есть, Ларри Лонг Страйт? По флоту. Все плохо на самом деле. И я немножко удивляюсь. Играю я в третьем дивизионе. Соперники 3 плюс миллиона. В основном это 3, 2, 3, 5. Вот что-нибудь такое. Но встретить у них злорадства или переговорщика, слушай, это редкость. Я тебе серьезно говорю, это достаточно большая редкость. Я не понимаю, почему. У меня большие вопросы к этому. Награды за события. Так. Ну, на первое место ясно, понятно нам рассчитывать. Абсолютно не приходится. Учитывая, что в одном раунде я просто-напросто не участвовал. Что у нас по подвигам? Выиграйте битву на великой арене, используя дух сестры ночи и зомби сестры ночи. Это можно сделать по большому счету. Но для этого нам надо очень-очень слабый отряд. Вообще, по факту, я немного, наверное, поступил глупо на ВА на стриме. Надо было фениксов как раз-таки сестрами забирать. Тогда мы бы выполнили этот подвиг. Все время про подвиги, кстати, забираю. Выиграйте битву, 5 битв на арене флота. Ну, это элементарно. За час до наград мы пойдем их победим. Победите 12 вражеских боевых единиц на великой арене, используя уроженца Датамира. Уроженец Датамира? Дарт Молл, Саваж. Асаж, Мать Талзин, Талья. Ну, то есть, получается, все сестры плюс Саваж и Дарт Молл, да? Да, но Дарт Молл у меня есть. В принципе, он даже в первой реликвии. То есть, можно будет что-нибудь придумать для того, чтобы выполнить эту хрень. А сколько по подвигам? 12 вражеских боевых единиц за 8 дней. А, ну 12 вражеских боевых единиц. Это не 12 боев. Это 3 боя максимум. Хорошо, сделаем. Выиграйте 5 битв на великой арене, используя неполный отряд. Ну, это, в принципе, возможно. Полностью зачистите 18 территорий великой арены. Постараемся. Постараемся. Ладно, хорошо, быстрый взгляд. А показывать тебе защиту я не буду. На то есть несколько причин. Оказывается, в последнее время очень много людей просто-напросто этим пользуются. То есть, целенаправленно отслеживают для того, чтобы нанести вред уже на великой арене. Несмотря на то, что я защиту меняю, на самом деле, достаточно-таки редко вношу в нее изменения. То все равно удивляются подсмотреть и где-то как-то куда-то. То есть, многие просто-напросто пишут мне в комментариях, что, мол, так-то, так-то. У тебя палится великая арена. Не надо показывать защиту. Показывай атаку. Защиту не пали. Ну, хорошо, защиту я больше палить пока не буду. Тем более, что грядут изменения. Учитывая прокачку персонажей на легендарного Палпатина. Учитывая, что мы будем брать легендарного Палпатина. Но там в защите 100% что-то куда-то поменяется. Возможно, мы с тобой выпустим где-нибудь серию. Или стрим. Без записи. Или еще что-нибудь. То есть, где мы будем с тобой разбирать варианты защиты, которые будут в дальнейшем за кадром уже либо переработаны, либо доработаны, либо изменены. Ну, в общем, короче, посмотрим. Как и где это будет происходить. Потому что надо по складу хорошенько пройтись. Есть у меня одна интересная задумка. Поехали. Мы пофармим немножко. Так, 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 так. Самую малость. Креник. Креник, вареник. Иди сюда. Вот так три. Отлично. Плохо. Но вторая попытка вообще редко, когда что-то падает. Вообще ничего, сейчас упадет. Ай, нет, пусто. Да ладно. Два осколка. Еще один. Три осколка. Ну окей. Ладно. Ладно, ладно, шиколадно. Здесь. Таркин. Таркин, красивый. Иди сюда. Таркин. Ооо. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. О, так. Допустим. Что еще есть на добивку? Здесь аж целых один. Ммм. Давай добьем быстренько. Молодцы. Так, есть, добили Но остается только фармить шокеры Блин, за двадцатку не хочу со сложных битв тянуть Я тебе честно скажу Посмотрим, что у нас там по Сидиусу есть Для того, чтобы тянуть с обычных битв За десяточку Мне не из-за того, что жалко энергии Нет, энергии на самом деле не жалко Она для этого и нужна, чтобы ее тратить А из-за того, что попытки На сложных битвах всего пять То есть дальше требуется уже перезарядка За двадцать пять кристаллов Для деталя этого делать абсолютно не хочется Так, погоди, на Сидиуса мне тоже нужен шокер Вот эта хрень Давай мы создадим, получается, две Окей, с этим у нас проблем нет Потому что одна, по-моему, на Таркина уходит Давай мы сейчас быстро к Таркину зайдем Нет, не уходит, а куда же она идет? По-моему, Таркину в Т-13 она идет Не помню, я смотрел А вот здесь нам надо еще один биотек Угу, 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 угу Блин Неохота, неохота за сложку тянуть Давай посмотрим А, ну здесь все у всех одно и то же А, не Таркану Карбантий идет сюда Королевскому стражнику Так, погоди А что я могу тогда себе такого потянуть? ЗН-ку флота Так, чтобы с обычных битв Так, квадрат на скорость упал Кстати, надо попробовать его разогнать Квадрат на скорость Кто ты? Вот ты Так, давай сюда чпоник Чпоник Новую методику вашу опробовую Чтобы апать по три уровня Так, есть Скорость стрельнула Допустим Нарастить можем? Неплохо Неплохо Так, давай замочек повесим Потом разберемся Формить осколки за Энко флота Я нигде не могу Корабль Энакина Корабль Энакина А где-то он нам нужен был? Слушай, не помню Так Слушай, точно нам же еще Энакину надо тир поднимать О Иди сюда, здравствуйте Вот ты-то сюда и подойдешь Отлично Отлично, отлично Правда ему особо с тиром не разогнаться Почему? Потому что у него нету 7 звезд Но учитывая, что он фармится с двух мест С двух источников То мы его нафармим достаточно таки быстро Ну, все относительно, конечно Насчет кораблей и Кого покупать осколки кораблей и персонажей Ребят, давным-давно У нас был закус на эту тему Ну как закус? Быстрее дискуссия, чем закус Кого выгоднее покупать? И мне до сих пор ребята пишут Ну, видимо, просто-напросто новички Что покупай Осколки персонажей Нет, покупать надо осколки кораблей Не смотрите на то, что покупается всего 4 осколка корабля Против 5 осколков персонажей Прикол в том, что осколки кораблей дороже И меньшее количество осколков кораблей Выходит на одну На одну валюту Дороже Чем большее количество Большое количество осколков персонажей Поэтому не надо людей путать Покупайте осколки кораблей И не вы ее Живайтесь Так будет Профитнее Дальше Вейдеру 5 реликвию я обещал поднять Это будет Чуть-чуть попозже Но тоже сегодня То есть, если что Сейчас у меня 6 утра Ага Кантины пока нет Хотя, в принципе, я могу купить Но я этого делать не буду Потому что у меня в 9 утра будет тенка У меня в 12 дня будет тенка У меня в 18.00 будет тенка И покупать не вижу никакого абсолютно смысла Дальше у нас джио Затянул я, да? Немножко Со своим игровым днем Пойдем попробуем Бахнем Четвертый этап Самый сложный Что куда Тебя сюда Кто в соперниках? Неясно Неясно, неясно Но не рыба точно Не рыба, не мясо Так, 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 так Сюда И кого бы еще Давай скеметар Не просто так Но он неплохо сыгрывается с жуками Весьма неплохо, кстати Переговорщик Плохо Просто здесь помимо переговорщика Еще мог оказаться Стойкость Мейса Винду Вот лучше бы стойкость, конечно же, попалась Но нет, переговорщик Переговорщик Вообще Довольно странно, что На четвертом этапе У нас всего Одна Получается Битва флота Я не помню Там, по-моему, еще одно Спецзадание Вроде как Сейчас выйдем Посмотрим Ага Ммм На Запись хоть идет? Хе, запись идет Бывает у меня, что я забываю Включить запись Угу Так, так, так Давай скемитаровку Так, жуки под инвизом Ай-яй-яй Только хотел сказать, что сейчас жуки под инвизом А, ну это когда победа уже Ой, да ладно Здрасте, приехали Все 2 530 Блин, ну битва на четвертом этапе Она не серьезная Тут получается даже без скемитара Можно затащить чисто Эмя Трауна Ну, я не знаю просто, как под Таркином Отыграли бы Возможно, тоже, в принципе, неплохо Потому что Таркин быстрее Клыка и Трех жуков Вот, все Здесь ничего нет Здесь идут взводы Здесь есть пистолет И здесь есть размещение То есть довольно-таки странно Что для четвертого этапа Такой легкий флот Ну, ладно Нам это только на руку Так, давай еще лям 100 сюда зальем Отлично Внизу мы с тобой боевку проходили Проходили По крайней мере, спецзадание я пока не готов Здесь мы с тобой прошли Внизу Внизу взводы раскинули Так, спецзадание Это нужен в ад 7 звезд Хочу, кстати, сюда сходить поучаствовать Но пока, к сожалению, нет Вот здесь я, честно говоря, не знаю, чем мне бить Но я очень хотел попробовать имперцев Есть вариант Либо взять Смотри Вообще, по идее, няху с сионом Можно было бы взять О, но здесь есть реликтовый у меня мол Реликтовый дуку И реликтовый мародер Плюсы мародера Бьет больно Накладывает эффективность Разгоняется Дуку Высокоскоростной Бьет больно Контратакует Блокирует Сука, няха может ультануть Просто взять и ультануть Сион танк Сион танк А сможет ли он тут выжить, этот танк? Опять же, без танка сможем ли выжить мы? Вот в чем прикол Грубой силой Грубой силой Или все-таки чуть-чуть С умом Ну, как говорится, не попробуем, не узнаем Да? То есть имперцами, таким отрядом я еще не ходил Потому что у меня не было у них реликвий Давай попробуем Угу Так Ну, дамаг неплохой проходит У меня есть еще один ход Ну, на Кинуть бессмысленно Поэтому давай сделаем вот так вот лучше Снайперы есть? Есть Один снайпер Пошел отсюда Оптель, здрасте Очень тонкий Сион для четвертой категории Пиздец, какой тонкий Серьезно Наитончайший просто Отвратительно Опять же, на будущее будем знать Сиона Как танка брать абсолютно бессмысленно Надо было брать Дукича Либо Сиона выгонять в реликвии Кстати, чем можно будет и заняться После легенды Палпатина Не то чтобы можно А, наверное, даже нужно будет заняться Потому что в любом случае На темном джеву он пригодится Нам всегда не хватает одной пачки Так, сюда идем Или можно выгнать кого-то поинтереснее Например, охотников Они в любом случае нужны для Сокола тысячелетия Сокол тысячелетия отлично заходит под злорадство И нужны для Чубаки Опять же, хорошие охотники еще на ВА Они плохо заходят Блин Ладно, подумаем Думаешь, свой вариант подкинуть в комментариях Я буду абсолютно не против Кого забирать? Тебя забирать? Так, ты, чтобы не мешал провокацией Теперь давай займемся снайпером Не успели заняться снайпером Кстати, если что, на секундочку Палпатин был в седьмой реликвии Но сопернику, видимо, до пизды Да Не, я знал, что четвертый раунд мощный Но у меня где-то была надежда внутри Но надежда сдохла Блин, печаль К сожалению, дальше мне уже крыть по факту нечем То есть я могу Завалиться солянкой Или жуков взять Но жуки и солянка Это дело, конечно, такое хорошее Ай, ну давай Жуков нет Жуки тут сливаются очень быстро А вот соляночку Подобного типа Ее, в принципе, хватит на На одну Две волны точно На одну На одну точно Вторая под вопросом Ай-яй-яй Так-так-так-так-так-так-так Тихо, погоди-погоди-погоди-погоди-погоди-погоди-погоди-погоди-погоди-погоди-погоди На тебе раз Блин, а за кого меня теперь призывать? Ну а из-за Гривуса Он у нас самый крепкий За него и призовем Угу Так, в инвиз уходим Так, есть, 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 есть Снайпер, собака, дикий тварь А, и тоже в инвиз Здравствуйте, приехали, приплыли Вас никто не звал в инвизе Тут как бы мы с Дюкичем отдыхаем Ты сюда не заходи Так, сюда разок Несмотря на то, что Кайло во второй реликвии Он, естественно, со всеми своими дзетами Не особо-то он стойкий парниша По крайней мере здесь, в четвертом этапе Это хреново Это очень плохо У меня на него большие надежды, большие планы были Так, обратно в инвиз Давай вот этого попробуем Потому что он может убить Кайло Просто-напросто Что он и сделал Это плохо Угу Я знаю, что думаю Мне кажется, не надо было нам На предыдущем этапе Все-таки разделять И ставить под Палыча Няху и Сиона Надо было все-таки Пачку делать крепкой пачкой Закидывать туда Мародера Закидывать туда Мола Либо Надо было по-хорошему вообще Когда мы играли за Древен Пак Оставить Шизоида Под пачку Императора Палпатина Потому что там есть Малок А здесь нет никого Так, здесь нет Снайпера Здесь нет Снайпера Но есть клон Сержант Давай от него и попробуем сыграть На первом надо забрать клон Медика Ну, либо давай вот так Ой-ой-ой-ой-ой Пиздец, старушку нагнули Так, старая, крепись, держись Да Недолго она крепилась И недолго продержалась Хреново Ну, естественно, сразу же спала у нас изоляция Эх-эх-эх-эх-эх-эх-эх-эх-эх-эх Сейчас еще один прохил уже Два прохила Плюс Воскрешение гривус ты сегодня будешь дамажить нет сегодня дамаг отменяется пацаны сегодня дамага не будет так это минус мародера а нет минус дуку да ладно мародер пожирнее дуку будет довольно странно очень странно но это да но хотя бы один этап мы тоже уже взяли то есть как какая-то польза для гильдии в любом случае есть вот такое вот видео завтра мы с тобой увидимся где завтра мы с тобой увидимся на великой арене вот поэтому если интересно то обязательно подписывайся жду тебя в комментариях ставь лайк если понравилось большое спасибо что посмотрел с тобой был роман и да пребудет с нами сила а